Все нарушения на избирательных участках Ульяновской области во время выборов президента России фиксировали общественные наблюдатели. По некоторым сразу же были написаны жалобы в региональный избирком. Ничего сверх серьезного на наших избирательных участках не произошло, за исключением нескольких случаев, можно сказать, не совсем адекватного поведения представителя коммунистической партии, господина Куринова. Во-первых, все началось в новом Куринском районе, откуда начали поступать первые сигналы от наших наблюдателей с его требованием о том, что нужно у одного из кандидатов почему-то заклеить часть информации, которая была официально размещена на всех стендах и утверждена избирательной комиссией. Но мы этот вопрос отрегулировали. Также был зафиксирован случай в Старомайнском районе, где ездила машина с агитацией за одного из кандидатов. Сейчас по данному факту разбираются органы полиции. Кроме того, были обнаружены ложные или, как еще их называют, фейковые публикации. В ходе мониторинга интернет-портала «Карта нарушений на выборах» мы обнаружили два сообщения, которые касались нашего региона. Первое сообщение о том, что на избирательном участке 984 якобы в списках избирателей были проставлены какие-то галочки напротив каких-то фамилий и якобы члены УИК отказались в просьбе их удалить. А о второй жалобе говорилось о том, что на участке 925 были выданы три избирательных бюллетеня без печати. Но, как отметил Владимир Малинин, у всех избирательных участков на территории области были четырехзначные номера, и названных участков просто не существовало. К тому же от наблюдателей, которые постоянно были на связи с руководителями наблюдательной комиссии, таких жалоб не поступало. Это подтвердил лично общественный наблюдатель, который приехал на встречу прямо с избирательного участка. Правильно сказать, что погода была не порадовала нас сегодня. Люди с хорошим настроением, все душевно между собой общались, замечаний никаких не было. Так что я считаю, что для данного погодного условия была очень высокая. Поэтому главный вывод был сделан уже вечером 18-го. Во время выборов серьезных нарушений не отмечено. Явка на избирательных участках была высокая. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.